Черноголовка закрыла сделку по покупке производителя чипсов Принглс Келлок. Финансовую составляющую договора компания не раскрыла. Это экономика главная. В студии Богдана Прихода. Здравствуйте. Центробанк ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцы. В новом комментарии регулятора указано, показатель будет увеличиваться по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений прошлого года. ЦБ подчеркивает, что годовая инфляция в июне достигла отметки 3,25%. Это на 74 базисных пункта больше итогов мая. Рост цен ускорился в категориях непродовольственных товаров и продовольствия. Стоимость услуг практически не изменилась. Ослабление рубля уже постепенно транслируется в инфляцию. По последним недельным данным мы видим ускорение роста цен как в непродовольственном сегменте, так и в секторе услуг. И, вероятнее всего, в ближайшие недели эта тенденция продолжится. То есть мы продолжим наблюдать достаточно высокие недельные показатели инфляции в составлении с сезонной нормой. По итогам июля инфляция может составить полпроцента. То есть это за один месяц цены могут вырасти на полпроцента. Это достаточно высокий уровень для этого периода. Напомню, что согласно базовому прогнозу Центробанка от апреля, в 2023 году инфляция не выйдет за пределы коридора 4,5-6,5%. А в 2024 вернется к целевому показателю в 4%. Накануне вышел макроэкономический опрос регулятора. В нем указано, что аналитики повысили прогноз по инфляции на 20 базисных пунктов. Также эксперты считают, что индекс потребительских цен вернется к таргету только в 2025. Кремль предложил обсудить пряник для бизнеса. Речь о том, чтобы побудить иностранные компании остаться в России. Но пока что правительство принимает меры для защиты нашей экономики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это такой вопрос очень объемный. Вопрос для дискуссии. Правительство действительно на фоне этих беспрецедентных, совершенно агрессивных действий в наш адрес других стран. Соответственно, мы принимаем меры для защиты нашей экономики, для защиты наших компаний в первую очередь. Именно так нужно относиться к подобным решениям. Отмечу, что сейчас иностранным компаниям, которые решили покинуть российский рынок, необходимо получить разрешение специальной комиссии Минфина. Накануне ведомости писали, что список критериев расширили. Ну вот, кстати, про расширение. Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса. Правительственная комиссия сформировала обновленный перечень требований, которые надо выполнить, чтобы заключить сделку. Многие пункты уже действуют, но есть и принципиально новые. В списке, как утверждают источники ведомостей, их 10. Например, о том, что покупатель активов не должен сохранять за продавцом право выкупить бизнес обратно на срок больше, чем два года. Или условия по скидке, не меньше половины от рыночной стоимости. Здесь и актуальный запрет на то, чтобы нерезиденты-собственники выводили за рубеж деньги от продажи российской доли. Есть, впрочем, и требования к отечественным владельцам. Они обязаны выполнять ключевые показатели, развивать приобретенную компанию и сохранять штат. В Кремле назвали формирование новых условий для иностранцев для выхода из российского бизнеса ответными мерами. И объяснили их защитой отечественной экономики. По словам экспертов, введенные правила дадут ощущение стабильности российским покупателям иностранного бизнеса и благотворно повлияют на инвест-климат в будущем. Новые меры должны сделать более выгодную ситуацию для новых российских собственников и более выгодную ситуацию для тех иностранцев, которые хотят здесь остаться. Более того, в тех поправках, которые мы видим сейчас, там же еще заложено обязательство вывести, в случае, если компания публичная, минимум 20% в свободную продажу. То есть мы в России хотим показать, что наша экономика не становится закрытой. Мы, наоборот, становимся более рыночными. Эта компания становится публичной, привлекательной для инвесторов из России, из дружественных стран. И в этом смысле для новых собственников. Эта ситуация, ну, как бы, она будет более выгодна. Как пишут ведомости, есть и другое важное требование к сделкам. Это обязательство покупателя бизнеса разместить на торгах до 20% акций публичной компании. Речь идет об СПО-организации, у которых лишь небольшая часть акций находится в свободном обращении. Это требование будет распространяться только на новые сделки. Отмечу, что власти уже выступали с похожей инициативой. В частности, глава Центробанка Эльвира Набиулина в мае предлагала подумать об обязательстве вывода на биржу иностранных компаний, которые уходят из России. Россияне едут отдыхать. Ни непогода на Черноморском побережье, ни заторы на Крымском мосту не снизили спрос на отечественные курорты. Наоборот, он только увеличился. Например, количество бронирования в Краснодарском крае выросло почти на 25% к июню и на 10% год к году. А в Крыму спрос месяц к месяцу подскочил в разы. Однако он еще все-таки ниже прошлогодних показателей, пишет коммерсант. Растет популярность в Сочи, Геленджика, Анапе, Туапсе и Абхазии. Причем сильные ливневые дожди в южных регионах наблюдаются с прошлых выходных. Непогода привела к локальным наводнениям, ограничениям на купание, гибели нескольких человек и задержкам вылетов. Однако массовых отмен бронирования участники рынка не наблюдают. Эксперты считают, что такая динамика связана с общим сезонным фактором. Если в июне вода на Черноморском побережье оставалась достаточно холодной, а июль воспринимается как более удачный период для отпуска. Но также спрос подстегнул и, конечно же, слабеющий рубль. При стоимости евро в 100 рублей многим туристам просто психологически некомфортно ездить за рубеж. Число переводов в дружественные страны выросло больше, чем в три раза. Такие данные фиксирует ВТБ. С начала года розничные клиенты сделали больше 100 тысяч транзакций за границу в валютах дружественных стран. Правда, средний размер переводов снизился больше, чем в два раза. Было 300 тысяч рублей, стало 130. Ранее высокий средний чак был связан с тем, что трансграничные переводы были доступны по реквизитам, и ими пользовались в основном состоятельные клиенты банка. Сейчас мы наблюдаем рост переводов в массовом сегменте. Только за последние три недели посредством сервисов банка в дружественные страны было осуществлено свыше 15 тысяч транзакций на сумму свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Общая сумма таких переводов почти 20 миллиардов рублей. Более 90% от этой суммы направили в Казахстан, Белоруссию и Таджикистан. К концу года ВТБ планирует нарастить число трансграничных переводов до 250 тысяч. Дождались. Твиттер начнет делиться выручкой от рекламы. Сервис сообщил, что в ближайшие 72 часа начнет перечислять часть заработанных денег именно наиболее популярным авторам. На вознаграждение могут рассчитывать аккаунты с синей галочкой, которые получили в последние три месяца не менее 5 миллионов реакций на свои посты. Выплаты будут проходить через платежный сервис Stripe. Это партнер Твиттер. Сумма варьируется от нескольких тысяч долларов до почти 40 тысяч, если у аккаунта несколько миллионов подписчиков. Правда, пока непонятно, как именно эти выплаты будут рассчитываться. В соцсети сообщили, в конце месяца список авторов могут расширить. Митсубиши хочет остановить производство в Китае и сократить персонал. О планах японского концерна узнал Bloomberg. Компания не смогла быстро адаптироваться к переходу КНР с автомобилей на бензиновом топливе на более экологичные модели. В последние несколько месяцев руководство и акционеры старались изо всех сил. Но из-за рыночных условий с большим нежеланием и сожалению мы должны воспользоваться возможностью перейти на новые энергетические транспортные средства. Компания возродится, пройдя через испытания и невзгоды. Из-за этого продажи Митсубиши в Китае заметно упали. Если в 2019 году компания продала примерно 135 тысяч автомобилей, то в 2022 только 35. В январе этот показатель сократился до полутора тысяч. А в апреле вообще до нуля. Весной японская компания объявила, что к 2035 году полностью откажется от создания машин с бензиновыми и дизельными двигателями и перейдет на производство только электрокаров. Для этого планируют инвестировать до 13 миллиардов долларов. Тогда же концерн приостановил работу одного из своих заводов. К слову, другие японские автопроизводители, например, Хонда и Ниссан, также сталкиваются с проблемами на китайском рынке. Но причина все та же. Они не спешат переходить на производство электроавтомобилей. На этом у меня все. Оставайтесь на РБК.